Как стало известно информационному агентству Prime Crime, накануне вчерашнего самоубийства, о котором сообщил Маш, 53-летний бывший вор в законе Рожедин Мехралиев, более известный в криминальных кругах как Раджик Нижневартовский, имел напряженный разговор с Бадрика Гуашвили, разрушившим его надежды вернуть утраченный титул. Напомним, из воровской семьи Лизгина Раджика, руками чеченца Гейлани, армянина Камо и грузина Марата выкинул два года назад один из самых приближенных к Езиду Шакро молодому воров якобы за сокрытие тем факта его службы в советской армии. Раджик был коронован в 2013 году вместе с Цезарем и Ткачем. Все трое считались креатурами Воскреса. Двое выживших, в отличие от Воскреса, сейчас находятся за решеткой за статус, которым их наделил Воскрес. Примечательно, что другой бывший вор в законе, Макс Француз, коронованный в том же году, что и Раджик, у которого с Раджиком были общие крестные отцы, также свел счеты с жизнью после того, как остался не вором в том же Ленинском районе Подмосковья, что и Раджик, выйдя в окно с седьмого этажа. По словам источника, на отчаянный шаг Раджик пошел после того, как Бадри выложил ему правду, которую тот, несмотря на всю ее очевидность, не вынес. Кутаисец сказал, что никто из московских воров, не считая, разумеется, самого Бадри, Раджика вором не видит, и поэтому его вопрос нерешаемый. Перед тем, как вчера наложить на себя руки, Раджик снова набрал Бадри и попросил о встрече. Тот поинтересовался, по какому, мол, поводу. Раджик сказал, что раньше им повод был не нужен. Бадри парировал, что если тема разговора та же, что и вчера, то он бессилен. Слова Бадри, которые до этого Раджику никто в глаза не говорил, в буквальном смысле стали спусковым крючком. Повесив трубку, Раджик застрелился. Неудивительно, что последним в жизни Раджика собеседником оказался Бадри, который и сам давно переживает подобные трудности, но, в отличие от Раджика, похоже, научился их не замечать. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.